Веселая ларга 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 Показы наших работ дети смотрят, оценивают, и вот в этом году главный приз, это гран-при фестиваля, выбирала именно детское жюри. Очень интересно. То есть это вот в первый раз была такая система? Жюри детское выбирает, конечно, призеров, но чтобы доверить гран-при, такого еще не было. Это эксперимент. Вот таким образом мы решили поддержать вот эту программу. Программ фестиваля у нас несколько, вот это одна из них. Вот, например, Ольга победила в нескольких номинациях. Ольга, расскажи о своих победах. Фестиваль у нас кино и телевидение. Я участвовала в номинациях телевидения, это телепрограммы и телерепортаж. Телепрограммы мы создавали на протяжении целого года, снимали вместе с нашим пресс-центром школьным и Дворцом детского творчества. И заявляли на конкурс по две работы. И от себя лично я отправляла еще три работы. Это номинация телерепортаж. Вот. Я заняла два первых места, ой, два вторых места и одно первое место. Вот. Надо сказать, что конкуренция была очень большая. И я сама была в детском жюри и видела работу своих конкурентов. И, ну, приходилось иногда думать, что не дотягиваю еще до уровня веселой ларги. Но все-таки жюри профессионально оценивает по-другому немножко, как мы дети. Вот. Мне было очень приятно, конечно же, что жюри, профессиональное жюри оценивает так высоко мои работы, наши работы, нашего пресс-центра. Оль, мы тебя тоже отдельно поздравляем. Спасибо. Дальнейших успехов тебе, развития. Вот, к слову о развитии, очень хочется поговорить о фестивале в контексте перспектив для его участников. Как мы сказали в начале программы, это и операторы, и артисты молодые, режиссеры и так далее, и так далее. В общем, все те, кто имеет непосредственное отношение к телепроизводству. Что дает участие в фестивале? Почему стоит попробовать обязательно принять это участие тем, кто любит эту работу, мечтает, может быть, стать впоследствии профессионалом в этом деле? А детям вот надо давать слово. Давайте я, конечно, расскажу. Благодаря нашему фестивалю у ребят появляется такая уникальная возможность. Они могут побывать во всероссийских детских центрах, таких как «Океан», «Орленок» и в Международном детском центре «Артек». Ездят на различные медиафорумы, кинофорумы и таким образом получают некую практику вот уже не здесь, не на территории нашего края, а там, где собираются со всей России такие же объединенные этим делом ребята. И они вместе там с профессионалами, с настоящими режиссерами творят, с настоящими, предположим, корреспондентами снимают, пишут и так далее. То есть у них такая очень огромная практика идет именно уже там, как у профессионалов. Ну, это обучение. Глеб говорит то, что ему очень интересно, куда мечтают все, потому что мы здесь-то очень много делаем на самом деле для детей. У детей еще есть такая возможность попробовать себя и здесь, во Владивостоке, например, в пресс-центре нашего фестиваля, или поработать в медиахолдинге учебном, в медиахолдинге «Сведопыт» у нас есть, там в редакции ребята работают и пробуют себя как профессионалы руководителями этих редакций. Это тоже очень большая практика. Это полезная работа, могу сказать, 100%, потому что действительно работа, например, в сфере журналистики, телевизионной, это точно так же практика, практика, еще раз практика, и у детей есть такая возможность, это здорово. Да, да, точно. Были очень высоко оценены программы отдельно кинофестиваля «Веселая ларга». Давайте об этом тоже поговорим. Какие это программы? У нас несколько основных программ. Это, конечно же, конкурсная программа, программа кинопоказов, это образовательная программа фестиваля, вот программа большого детского жюри каждый год. Кто-то является инициатором какой-то новой программы. Мы это все рассматриваем. У нас очень хороший, такой творческий оргкомитет. Они легко идут на то, чтобы рассматривать такие идеи, в том числе и детские, потому что многие программы, они как раз рождены детьми. Поддержать их взрослые готовы, мы им помогаем. В этом году, например, Владимир Александрович Грамматиков очень высоко оценил нашу программу образовательную и вообще программу фестиваля. По мнению многих наших генеральных партнеров, фестиваль сделан так, что, как сказал Владимир Александрович, что у нас нужно многому учиться. То есть мы инициаторы некоторых вот таких вот новшеств, инноваций, которые интересны всем. И многие наши партнеры и наши друзья, организаторы подобных фестивалей, они на самом деле обращаются к нам очень часто и удивляются, а как вы это сделали, слушайте, поделитесь опытом. И в этом году нам просто многие фестивали настаивают на том, чтобы мы сделали такое методическое пособие по организации фестиваля. Мы, конечно, попробуем это сделать, но вот для нас как бы стало таким вот приятным таким вот это известие. Безусловно, сейчас вот прям хочется спросить, как проходит организация, но перед этим хотелось бы узнать также все-таки небольшую историю кинофестиваля. С чего все начиналось, чтобы мы видели масштаб, да, насколько успел вырасти фестиваль? Расскажите. Давайте расскажите, а мы продолжим. Фестиваль, опять же, вот я же сказала, что у нас все придумывают дети. Его придумали детки, которые участвовали с нами в походах, в киноэкспедициях. Мы ездили, видели что-то удивительное, и дети всегда фотографировали, снимали. Потом эти неумелые работы, такие первые, показывали на встрече следопытов. Родители умилялись, конечно же. А потом как-то вот решили детки, что нужно научиться делать кино. Мы пригласили мастеров, мастера помогли, и мы провели свой фестиваль, который был посвящен как раз юбилею того отдела, отдела туризма и краеведения, в котором мы вот и работаем. Помогли провести его родители. Показая детские работы, на следующий год администрация города Владивостока с удовольствием поддержала этот фестиваль. В начале администрации нашего дворца с такой инициативой вышли. Мы к ним, они, конечно, сказали, да, давайте будем проводить здоровое, интересное дело. И вот с тех пор фестиваль был городским. А потом постепенно вот уже наши партнеры, наши коллективы, которые у нас участвовали в фестивале, уже сами вышли с инициативой, чтобы фестиваль статус повышал. Потому что у нас уже из всех регионов России практически есть коллективы, которые участвуют в нашем фестивале. Ну, если добавить, есть? Ну, вовсе, да. Правда ли, что в этом году участники даже с Украины присылали свои работы, заявки на участие? У нас присылают с Украины, не только с Украины. Белоруссия, Эстония, потом Канада. А почему вы тогда называете себя всероссийским? Это уже международный. Мы патриоты нашей Родины. Мы не возбраняем участникам из других, допустим, государств, участвовать в нашем фестивале. Пожалуйста. Ну, я и не считаю, что статус международный намного выше всероссийского статуса фестиваля. У нас открытый фестиваль, могут участвовать все. И нам интересно, почему? Потому что мы смотрим на работы других регионов, других государств. Мы смотрим, как дети делают там, насколько там развиты. Это мы тоже учимся. Мы, в общем-то, нам и городского статуса было достаточно для того, чтобы развивать это медиатворчество. Но нам интересно, как работают другие, чтобы учиться тоже, обмениваться опытом. Вот так. Ну, вот, собственно, хочется, наконец, узнать непосредственно о том, как проходит организация фестиваля. Ведь это очень масштабная, серьезная и длительная работа. Расскажите. У нас отличная команда фестиваля. И у каждого человека есть свои обязанности. У каждой программы есть свой координатор. Каждый координатор готовит заранее. У нас нет такого, что фестиваль длится три дня. И вот три дня праздника для всех детей. Праздник, он действительно, это отдельные координаторы, которые организуют там открытие, церемонию закрытия, чтобы они прошли достойно. Это педагоги, методисты нашего дворца. А вот те программы, которые конкурсные, образовательные, мы готовим заранее. Мы готовим детей к фестивалю, волонтеров. Это все в течение учебного года. Например, конкурсная программа. Естественно, мы проводим мастер-классы. Мы обучаем детей в школе кино и тележурналистики. Специально организуем для этого. Много консультаций проводят. Мы приглашаем также специалистов телевидения, кино. Мы выезжаем в телестудии Владивостока, чтобы дети посмотрели, как это все устроено изнутри, чтобы послушали профессионалов и поняли свои ошибки. Это что касается образовательной программы. Что касается конкурсной программы, мы рассылаем положение. Глеб немножко расскажет об изменениях, которые с этого года. Да, в этом году мы решили попробовать такую форму, как электронная подача заявки на фестиваль. Потому что до этого у нас была тоже как бы электронная, но просто на электронную почту присылались заявки. В этом году мы создали специальную форму для всех участников, чтобы им было удобнее, легче просто зайти по ссылочке, заполнить пунктики и, так скажем, отправить нам. А нам со своей стороны это проще, в том, что у нас все сливается в единую базу и мы уже там как хотим этим оперируем. И вот в этот раз это такое вот вновшество показало себя очень хорошо. И мы думаем, что в следующие разы мы им тоже обязательно будем пользоваться. И уже отойдем от принятия заявок на электронную почту до вот, дойдем до этого формата. То есть, если подытожить, да, ваш ответ, то можно сказать, что веселая ларга это уже такой результат работы, наверное. Сам фестиваль. Сам фестиваль. Который здесь проходит во дворце, да, это итоговое мероприятие. А так ребята готовятся к нему в течение всего года. Да, он не заканчивается вот после трех дней, он начинается сразу и идет в течение всего года. Еще у меня добавочка такая. Мне кажется, что это очень важно сказать про кинопоказы. Они тоже являются частью. Мы координаторов кинопоказа тоже готовим заранее. Они могут быть в самом отдаленном уголке нашей России. Иногда мы даже сами не знаем, вообще Россия мало, наверное, знает название этого села, какого-нибудь поселка, где ребята организовывают медиаточку, начиная с того, что они просто показывают работы кинофестиваля. Что они в каком-то детском интернате или в какой-то сельской школе показывают, оценивают работы, учатся на них. А потом у них появляется желание создать свой пресс-центр. Вот наиболее удачным в этом году, мне кажется, пресс-центр в Сибири, в городе Иркутске. Они в прошлом году попробовали. Александр Дыбин, организатор, мне хочется отметить, молодец. Потому что он сначала в своем городе организовал фестиваль, а потом в регионе, в одном из сел, он просто туда выехал, подарил сам кинокамеру. Дети, организаторы большого детского жюри сделали огромную такую работу, мало того, что они были членами жюри, они профессионально оценивали, их к этому подготовили, они еще и сделали видеосюжет о том, как все это проходило, как это серьезно, такой подход у них. И сейчас там есть медиа-студия, медиа-точка. Они вот, интерес нашего фестиваля перерос в том, что они стали заниматься этим медиатворчеством. То же самое происходит и на территории Приморского края. Я хочу отметить Большой Камень в этом году. Наши коллеги, Дом детского творчества, они вообще весь город дышал, наверное, фестивалем «Веселая алларга». Татьяна Викторовна, давайте сейчас небольшую паузу сделаем. Как раз хотелось поговорить об участниках, о тех, кто имеет уже непосредственное отношение к фестивалю, но после короткой рекламы оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о фестивале «Веселая алларга-2017». Татьяна Викторовна, вы, я думаю, хотите продолжить? Да, я сказала о том, как в Сибири проходили кинопоказы, они вообще проходили по всей России, но мне хочется особо отметить Приморский край. Вот Большой Камень, признательный мы очень. Они сделали видеоролик, хотя первый раз участвовали, и сами поучаствовали в фестивале в нескольких номинациях. И очень толково и грамотно провели эти кинопоказы в разных учреждениях образования. Но также в городе Фокино, это семья Паламарчук, Ярослав и Артем, они у себя в школе организуют кинопоказ. У них дети смотрят, работы очень серьезные, строго оценивают всегда, всегда дают комментарии. И также у нас очень хорошо в этом году прошел кинопоказ в городе Партизанский. Вот молодцы, мы отметили, они получили призы, и от нас грамоты. В принципе, мы приглашаем всех участвовать, кино смотреть интересно, а быть экспертами, это еще и почетно. Нужно, конечно же, отметить тех, кто взял гран-при в этом году. Расскажите о победителях. Все, конечно, удивительным образом у нас проходили. Я же говорила, что детское жюри, да? И мы думали, что профессиональное жюри самостоятельно там тоже выберет какого-то, и скорее, может быть, это мнение совпадет. Получилось, что профессиональное жюри выбрало так у нас в этом году, что у нас обладателями гран-при могли бы стать несколько коллективов. И мы уже думали о том, что, наверное, сейчас подведутся итоги детского жюри, и, наверное, мы уже даже гран-при не будем присуждать никому, потому что несколько... Ну, работы фестиваля растут, жюри отмечает такое качество работы. И тут вдруг мы понимаем, что на гран-при у нас выходит работа, сделанная ребенком при голосовании детского жюри. И мы, с одной стороны, удивились, а с другой стороны, все очень порадовались. Потому что, когда мы огласили, что гран-при заняла работа, сделанная от начала до конца детской группой, да еще Владимир Александрович Грамматиков, председатель жюри, отметил, что это вообще... Его больше всего удивила ночная съемка, это в киноэкспедиции. Обычно свет главное, наверное, такое выразительное средство в кино, одно из главных. А тут с средствами подручными, фонариками, в палатках подсвечивалась эта работа. И все, и отметили уникальнейшую ночную съемку в детском короткометражном фильме. И детям всем понравилось. Я видела реакцию зала, когда показывали этот фильм. Вот наибольшее количество голосов заняла работа «Тайна кричащего куста». Вот продюсер этой работы, Глеб Заряна. Это такой, я расскажу чуть-чуть, это с элементами ужастика фильм, но такой, больше похожий на... Нет, больше похожий на Яролаш, но с элементами ужасов. Вот, вообще мы поехали в киноэкспедицию на остров Путятина летом. И вот ребята захотели там снять фильм какой-то, придумали сценарий. Я им просто помогал в этом, ну как-то там какие-то моменты режиссировал. Вот, и вот таким образом у нас появилась такая картина. Они сами придумали сценарий, сами снимали все. Вот, я им просто так какие-то вот чисто советы давал. И вот эта картина была оценена таким вот высоким наградой, такой высокой. То есть, в принципе, тебя можно поздравить? Ну, меня и ребят, которые трудились над созданием. Как лицо, которое сегодня представляет коллектив, да? Ну, я вас поздравляю, это здорово. Ну, у нас еще один такой сюрпризик был. Дело в том, что у нас получилось два гран-при. Это не принято ни на одном, наверное, фестивале. Но в этом году как-то вот все сошлись на том, что мы должны разделить гран-при между двумя такими вот творческими коллективами. Еще студия «Шип» из Лучегорска, они сняли самые интересные работы. Они экологи, и вот у них эта тема, тема года, это год экологии все-таки, да? И у них очень достойные работы были представлены на фестивале. И, конечно, жюри не могло не отметить. И профессиональная, и детская жюри, вот они тоже у нас победители. Это здорово, что так много достойных работ. Конечно, безусловно, участники все достойны, но всегда есть лучшее. Есть к чему стремиться остальным, безусловно. У нас остается буквально три минутки. И я знаю, что вы также хотели отметить работу пресс-центра, который со своими юнкорами освещает работу кинофестиваля «Веселая ларка». Помогает всячески. Это отдельный такой организм нашего фестиваля. Оля была участницей в пресс-центре. Ну, пресс-центр «Веселая ларка» — это вообще, наверное, юные корреспонденты со всего Приморского края, ну и уже как со всей России, получается. Это очень сложная работа, где ребята, ну вот, они должны осветить все, что происходит во время фестиваля. И на самом деле это очень сложно, потому что одновременно происходит очень много событий, и везде надо успеть, везде нужно снять его, все нужно рассказать, написать. И это действительно очень сложно, но это очень интересно, потому что ты узнаешь и фестиваль, и участников, которые участвуют в фестивале. Ну, я считаю, что пресс-центр — это очень важная часть фестиваля, потому что очень много делает именно такой информационной части. Ну и плюс это и для вас такая же практика. Да, это большая практика, потому что, когда ты работаешь на этом фестивале, просто понимаешь, насколько интересная и важная профессия журналиста, и как много она тебе вообще в жизни дает. Ну и там интересно работать. Там молодой специалист Полина Алексеевна Сяркина, она сама такая же была, вот как дети, с 10 лет она писала уже в газеты, снимать она не снимала, конечно, ничего, но вот пресса, это, конечно, было очень интересно. Если есть одна минутка, я еще хочу добавить, мы забыли. У нас была отдельная программа «Другом быть не просто» номинация, и вообще у нас много было номинаций, учрежденных именно партнерами фестиваля. И очень хороший бонус получили ребята от центра «Орленок». У нас Никита Федоров поедет туда, будет с Грамматиковым Александром Владимировичем снимать там кино под его руководством, потому что его работа победила в этом фестивале, он стал лауреатом. И вот таких призеров у нас много, у нас есть учредители из «Океана», из «Орленка», и вот также отдельные партнеры. Еще приз-центр получил видеокамеру. Вообще от поколения «М» было очень много призов, которые получил конкретно пресс-центр, и это был такой очень большой стимул для развития пресс-центра. Приятно, когда большая работа поощряется. Что ж, остается спросить только о ближайших планах, помимо тех, что вы опять начали большую масштабную подготовку к «Веселой ларге», это, как мы поняли, ежегодно у вас происходит от фестиваля к фестивалю. Расскажите, что еще, чего еще ожидать, каких событий в ближайшее время? Ну, у нас фестиваль, он круглый год, он не заканчивает. Сейчас вот только-только еще не успели разослать дипломы заочным участникам, а у нас буквально в ближайшее время пройдет школа кино и тележурналистики. Это как раз та база, где растят будущих руководителей пресс-центра и его участников. И также корреспондентов, которые будут аккредитованы на самые-самые серьезные мероприятия, которые будут проходить в нашем городе и крае. Более того, это кинопоказы. Кинопоказы – это отдельная вообще история. У нас, конечно же, эти работы у нас не заканчиваются этим фестивалем. Сейчас мы в ближайшее время готовим кинопоказ, посвященный Году экологии. Это лучшие мультфильмы. У нас из нашего дворца – это студия «Ручеек», руководитель Галины Михайловны Чан. Это студия «Юные филологи», «Клуб Дерсу», у них тоже хорошие работы, отмечены жюри, но и, естественно, студии «С края» и из России. Мы приглашаем всех на этот кинопоказ. Работы действительно очень интересные. Там тоже будет работать детское жюри, и есть возможность себя попробовать. Глеб, на каком сайте можно заполнить заявку на участие? Конечно, у нас заявки появляются, предположим, за месяц, где-то до самого начала фестиваля. Заходите на сайт www.cdtvlad.ru Это наш сайт нашего отдела. Там появится и положение, и заявка на участие, ссылка на заявку. Снимайте, творите, присылайте ваши работы на веселый лаг. Нам, конечно же, очень хочется отметить, во-первых, администрацию Дворца детского творчества, Владивостокского городского Дворца детского творчества, и администрацию города Владивостока и Управления образования по работе с муниципальными учреждениями образования. Потому что вот те призы, те кубки, грамоты, которые были на фестивале, это, конечно же, вот предоставили наши... Партнеры. Главные партнеры. Спасибо вам большое. Спасибо, что создали такой великолепный фестиваль, который теперь уже, можно сказать, на весь мир популярен, да? И что даете возможность молодым ребятам раскрыть свои таланты. Спасибо, удачи вам в развитии и новых побед. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» в студии работала «Ланна Бережная». Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова